Давайте сразу проведу черту. Я тупой. Я никогда не работал в рекламных агентствах, я не читал все эти умные феминистические книжки, потому что еще остались интересные книжки. И все, что я буду говорить, это просто прикольчики из моей головы. И если вам что-то покажется невежественным и возмутительным, то, пожалуйста, укажите в комментариях ссылку на статью, которую мне нужно почитать. Спасибо. В последние дни в сети интернет постоянно обсуждают скандальную рекламу Рибок. В моей ленте очень много постов про нее. Очень много постов про эту рекламу и очень мало постов про собак. Не надо так. Фотографии собак вы можете присылать в предложку моего паблика, и я их буду публиковать, чтобы разбавить идиотские новости. И вот почему эта новость тоже мне кажется идиотской. Итак, компания Рибок выложила профеминистическую рекламу. Смелые девушки сфотографировались в спортивной одежде с цитатами из твиттера Залины Маршинкуловой, которая тоже оказалась одной из смелых девушек. И лично меня больше всего смутила цитата «Прикрыла соски, чтобы вы не порезались», потому что... Я не понял. Все остальные зацепились за шутку про то, что нужно пересесть цыглы мужского одобрения на мужское лицо. И это обсуждали примерно так же, как в свое время обсуждали пенсионную реформу. Хотя тогда посидели на лице у всех гендеров. Прикольно, что Залина стала лицом спортивной одежды благодаря своему телеграм-каналу «Женская власть». То есть уже не обязательно быть спортсменом. И меня, как владельца телеграм-канала, это очень мотивирует. Этот взрыв оказался такой силой, что докатился даже до телеканалов. И стоило устроить эту кампанию хотя бы ради того, чтобы ведущий канала «Царьград ТВ» переборол себя и сказал в эфире «Маячок Антихриста». С фото Маршинкуловой, одной из наиболее одиозных представительниц феминистского движения в России, известной в социальных сетях как «Маячок Антихриста». Когда Рибок почувствовали, что запахло жареным, они удалили эти фотографии и потом вернули, но оставили только самые пресные цитаты. И оставили видео с очень странными титрами. Интересно, какого пола был человек, который их делал. И под этим видео просто великолепные комментарии. Какие-то владельцы спортивных клубов клянутся, что никогда больше продукции Рибок у них не будет. Из-за хреновой шутки. Вот это проблемы, да? И я тоже отказался от кроссовок Рибок, потому что через три года у них протерся задник и стала торчать пластмасска, которая впивается в кожу. Вот поэтому я отказался. Я мечтаю быть человеком, который отказывается от обуви по идеологическим причинам. Просто мой любимый бренд кроссовок по акции. Я могу многое простить производителю, если он продает кроссовки по 4900. И меня расстраивает, что теперь все на все обижаются. Раньше обижались только женщины и меньшинство, теперь даже нормальные здоровые мужики могут обидеться на мем. И странно, что крепкое мужское эго можно расшатать вот так. Просто меня не задела эта реклама. Я ходил на дзюдо. Я не могу себе представить такую ситуацию, при которой женщина насильно может сесть мне на лицо. Если мне кто-то сядет на лицо, то я знаю, как выйти на болевой. А если женщина не очень тяжелая, то и на удушающий. Я знаю, как задушить феминистку. Как по мне, тут работает наш культурный код. Даже самые нормальные и продвинутые парни росли под влиянием тюремных понятий. Если ты скажешь пацанам во дворе, что девушка садилась тебе на лицо, то пацаны тоже сядут тебе на лицо. И не почувствуют никакого противоречия. С другой стороны, все эти попытки авторов отмазаться тем, что это реклама про то, что мужчины должны открыться и поговорить о кунилингусе, это тоже брехня. Это просто попытка перевернуть традиционную сексистскую рекламу вроде вот этой. И феминистки в главе с Александром Галафастом почему-то мстят всем мужчинам. В том числе мне. Хотя я максимально за равноправие мужчин и женщин. Я за то, чтобы они получали столько же, чтобы они тоже занимали руководящие посты и вообще побольше работали. Почему нужно мстить мне? Мой отец был алкашом. Я, как никто другой, знаю, что женщины как минимум не хуже мужчин. Моя мама делала карьеру, тащила на себе все семейное хозяйство, занималась моим образованием. А мой отец привез из Беларуси пепельницу в форме черепа. И разбил ее, потому что он ее купил и имеет право. Так что я, как человек, который максимально за равноправие, не понимаю, почему это война. Есть ощущение, что женщины в перспективе хотят быть в таком же положении, в каком мужчины находятся сейчас. Чтобы, так сказать, стрелочка повернулась. Конечно, не мне, белому мужчине, судить, но, по-моему, нужно это дерьмо прекратить, а не продолжать. Еще есть люди, которые говорят, что все эти намеки на кунилингус их никак не оскорбляют и что это просто плохая реклама. И, как по мне, это тоже лицемерие. В мире очень много дерьмовой рекламы и почему-то про каждую из них не пишутся возмущенные посты. Если уж на то пошло, то почти любая реклама, где нет собак, дерьмовая. И американский вариант этой же рекламной компании от Рибок, который нам ставят в пример, это стерильная безликая херь, как и любые другие фотографии спортивных женщин, которые добиваются успехов, от которых уже развивается баннерная слепота. И то, что все обсуждают эту рекламу, это скорее успех. Так же было с Бургер Кингом, когда всех возмутил лозунг «Смотри, не обострись», и каждый эксперт написал возмущенный пост, и в итоге весь интернет был в этих постах, и в итоге, мне кажется, только язвенники не сходили в Бургер Кинг. Еще более свежий пример, когда люди воровали из пятерочки картонную Ольгу Бузову, фотографировали, выкладывали в интернет, набирали ретвиты и радовались, что обманули тупую корпорацию. Просто прикол в том, что Рибок вообще не топит за феминистические ценности. Он вообще почти ни за что не топит. Возможно, я вас удивлю, но Залина Маршинкулова это не единственное рекламное лицо Рибок в России. Вот теперь словосочетание «рекламное лицо» звучит очень странно. Короче, еще одно рекламное лицо Рибок – Хабиб Нурмагомедов, и он максимально топит за патриархальные ценности. Мне бы было очень интересно послушать, что скажет Хабиб в ответ на разговоры про присесть на мужское лицо. Я бы не хотел быть человеком, который это спросит, я бы просто хотел послушать. Еще можно погуглить и наткнуться на кучу упоминаний того, что спортивные бренды, в том числе Рибок, используют детский труд в Азии. Я находил репортаж про 13-летних девочек из Камбоджи, которые делали кроссовки Рибок целыми днями. И им даже некогда было присесть. Опять же, я буду очень рад ошибиться, но, по-моему, современным корпорациям в целом насрать на людей. Рибок производит кроссовки, и их главная ценность – продавать кроссовки. Сейчас феминизм на волне, и компании используют его, чтобы продавать больше спортивной одежды. Если в будущем станет модно трахать детей, то Рибок снимет потрясающе мотивирующую рекламу о том, что педофилы должны поверить в себя. И Рибок вложит большие деньги в то, чтобы воскресить Майкла Джексона, и напишет слоган в духе «Пересядь с мужского лица на лицо ребенка». Так что весь этот срач не из-за чего, это просто лишние деньги в карман производителей кроссовок. И каждое видео, в том числе и это, каждый возмущенный комментарий просто помогает Рибок продавать кроссовки. За последние дни продажи Рибок на Озоне выросли на 20%, сообщает Рязанский деловой портал. Так что отличная работа, ребят. Ладно, мы все разные, мы можем не сходиться по самым разным вопросам. Среди нас есть мужчины, женщины, феминистки, профеминисты, угнетатели. Но есть одна вещь, в которой мы все можем сойтись. Сталин ГУЛАГ – кусок говна. Здравствуйте, дорогие подписчики канала «Денис Чужой». Я не согласна со своим мужем, потому что пока само слово «феминизм» будет вызывать усмешечки и какие-то снисходительные взгляды, именно такой жесткой рекламой нужно бороться с этим, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Поэтому все, кто говорит, что это оскорбил их слишком высокий художественный вкус или это слишком пошло, пожалуйста, пришлите такие же скриншотики, где вы пишете про другие рекламы-оскорбители. Поэтому не ставьте лайки под этим видео, а ставьте лучше лайки под видео со Сталином ГУЛАГом. Спасибо заранее от меня и двух собак. Одна из них – девочка.